Лекция на тему тактики штурма зданий. Тактика штурма зданий, которая больше всего применяется в штате, их четыре вида. Это крючок, крест, угол, диагональ. Крючок проводится таким способом. Он, получается, применяется в том случае, если сотрудники вооружены крыкоствольным оружием и позволяют ширина дверей. Австрийская Кобра и немецкая полиция применяют именно этот способ при работе с пистолетами. Сотрудники, находящие у двери после ее взлома, одновременно становятся на колено. Одной рукой держиваются за косяк двери, другую руку с оружием выводят вперед в направление комнаты. После этого одновременно входят в помещение. Пригнувшись и контролируют каждое свое направление и задерживают подозреваемых. Недостаток данного способа заключается в том, что войти в помещение можно будет только через достаточно широкие двери. Так как два сотрудника в узких дверях войти одновременно не смогут. Также вход может быть осуществлен предварительно один за другим, что при определенной наработке может неплохо получиться. Дальше идет крест. Крест или крест-накрест. Применяется в том случае, когда ширина дверей значения не имеет, так как сотрудники входят один за другим. Выдвижение через плоскость проема начинает номер один, номер два. Координируют свои действия с действиями номер один. Это команды номер один, номер два. Последний в низкой стойке принимает, проникает в комнату, двигаясь через проем по диагонали и немедленно проверяет мертвую зону прямо по ходу своего движения. Номер два также по диагонали пересекает проем практически одновременно с номер один и движется в сторону противоположной мертвой зоны. В отличие от номер первый, он держится прямо, а потому проникает в комнату, буквально нависая над номером один. В итоге обе мертвые зоны зачищаются почти одновременно. Каждый из этих двоих в первую очередь всматривается в дальний угол, вдоль ближней стены, а затем проводит оружие взглядом по примыкающей стене до зоны, расположенной по оси проема. Спойлер. А, получается угол. Угол в особенности, это уже третья тактика. Угол в особенности уместен, когда дверь расположена около стены и бойцам приходится начинать движение с противоположной от стены стороны двери, но возможен к применению и в других ситуациях. При выполнении данного приема, возможно, два варианта, и какой из них выбрать решает номер один, так как заходит в помещение первым, а номер два подстраивается под действие направляющего. Диагональ. Взятая из тактики подразделения ФБР и в целом похожа на способ угол, но номер один и номер два становятся спиной к стене, контролируя все помещение, каждый в своем секторе. Данный проем может быть применен тогда, когда зачищаемое помещение последнее и группе не нужно двигаться дальше. Там все тактики можно посмотреть на офф-портале и там более тщательно показывается сверху, как не получается, ну, проводится. Есть еще техничные тактики, которые используются чаще всего в разных штатах США и практикуются у нас в штате. Действие четверки называется. Мало об этом я вам расскажу сейчас. Получается, тактика штурмовой группы может быть обозначена окранимом, повторяющим сокращенное наименование специальной авиадесантной службы Великобритании САС. Скорость, агрессия, сюрприз. Данная тактика применяется при любом штурме, когда главная задача состоит в нейтрализации преступников за счет внезапности, стремительности и огневой мощи. Вот. Более тщательно прочитать можете о действиях четверки на офф-портале также. Лекция на этом окончена. Вопросы есть какие-либо по лекции? Нету. Лекция на этом окончена.